Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Одна неделя до весны уже чувствуется этот цветочный запах тюльпанов, пение птиц. Подробнее о погоде расскажут синоптики. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, ночи преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер ночью западный, днем восточный 5-10 метров в секунду, в горах будут порывы до 11-14, температура ночью минус 3 плюс 2, в горах до 8 градусов мороза, днем до 10 тепла и местами минус 1 плюс 4. В Черкесске без существенных осадков ветер ночью западный, днем восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью 0 плюс 2, днем 8-10 градусов выше нуля. Сегодня в России отмечается День фельдшера. Фельдшеры являются одними из самых ценных медицинских специалистов, поэтому неудивительно, что в их честь учрежден праздник. Именно эти люди спасают жизни благодаря своевременной диагностике и направлению к врачу-специалисту людей, проживающих в отдаленных от городов населенных пунктах. А сейчас в период пандемии на плечи фельдшеров легла ответственная и сложная задача – они сутками спешат на помощь. Служба скорой помощи возложила на себя огромную ответственность. Об этом репортаж Аллы Динаевой. Внимательно и спокойно диспетчеры принимают звонки от людей, которым понадобилась срочная медицинская помощь. Это мозг Республиканского центра медицины катастрофы и скорой медицинской помощи. Современная система позволяет автоматизировать прием звонков. На этапе общения диспетчер видит всю имеющуюся информацию о пациенте. Обращался ли он ранее и с какими болячками? На основании этих данных и формируется специализированная бригада, которая нужна будь то кардиологическая или реанимационная, а затем диспетчер передает вызов на планшет нужным специалистам. Все отработано четко и быстро медицинский работник спешит на помощь. Большая ответственность лежит на сотрудниках бригады, ведь чаще всего они не знают, с чем столкнуться, и нужно правильно оказать помощь и принять ответственное решение. Важно здесь, конечно, и время вызова, и выезда скорой помощи, и сколько времени требуется. Все данные автоматически фиксируются и сохраняются в базе. Во сколько приняли звонок, во сколько его обработали, во сколько отправили. Эти данные, это как константа, она не меняется. У фельдшера Людмилы Васильевой только одна запись в трудовой книжке. И 40 лет она работает в скорой медицинской помощи. Случайных людей вообще в скорой помощи нет. Сосредоточиться, реагировать адекватно на чужую боль, не расслабляться при этом. Мы не бесчувственные все находящиеся здесь, но мы прежде всего должны помочь. Анзор Охтов руководит этим учреждением 7 лет и с особой гордостью говорит про свой коллектив. Очень хороший коллектив. Он у нас и трудолюбивый, он и порядочный. У нас очень хорошая молодежь, которая приходит сюда как на праздник. Они постоянно вместе, они постоянно обсуждают какие-то вопросы. Мы все время стараемся все это делать сообща. Но это большая семья. Сложным экзаменом для всех нас, а в первую очередь для врачей, стала пандемия. Самоотверженно спасали жизни других, рискуя своей, сотрудники службы скорой медицинской помощи республики. Ведь они всегда на передовой. Здесь у нас располагается грязная зона по возвращению бригад с вызовов к пациентам с ковид. Бригада возвращается сюда. Здесь проходит полную дезинфекцию. И фельдшер, и водитель скорой помощи, и врач, если это врачебная бригада. В последующем, через проход, они проходят в чистую зону. Оттуда выходят уже, возвращаются на базу станции скорой помощи. Да, с той стороны выходят и возвращаются на базу. В дальнюю командировку собирается сейчас эта реанимационная бригада. Но сначала они направятся в детскую многопрофильную больницу в Черкесске, чтобы забрать маленького пациента, которому всего 4 месяца. А затем их задача доставить его с мамой в Алмазовский центр Санкт-Петербурга. До конца, пока не сдадим ребёнка, всё равно, если честно, волнение есть. Тяжело на дальние рейсы, очень тяжело ехать. Какой бы ребёнок не был стабильный. Что самое главное в вашей профессии, качестве? Выносливость. Просто выносливость. А успех работы, а точнее спасённые жизни, это профессионализм и сплочённость всей команды реанимационной бригады. Она зависит не от меня одного, она зависит от меня всего лишь на 20%. От ЭИДы зависит на 30%, 50% это наши два водителя. Потому что качество вождения и скорость, и именно стиль вождения, от этого очень многое зависит. И вчера, и сегодня, и завтра, и прямо сейчас. Врачи скорой помощи по всей планете спасают жизни людей. И день работников скорой медицинской помощи для них не исключение. Крепкого здоровья не только сотрудникам скорой медицинской помощи, всем жителям нашей республики пожелать как можно меньше вызовов, как можно меньше больных, а нашим сотрудникам терпения в их нелёгком труде. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Сегодня Международный день родного языка. Каждый народ – это неповторимая культура, история, традиции, образ жизни. И, конечно же, язык. Сберечь языковую базу и большого народа, и самой малочисленной народности – очень важная задача. Наша республика многонациональная, и каждый народ бережно хранит свой язык, развивает его. И наш телеканал вносит особую лепту в сохранение и развитие родных языков. Мы вещаем на пяти языках, рассказываем о традициях, культуре и, конечно, обычаях. Сейчас многие проекты направлены на сохранение и развитие языков. На базе КЧГУ имени Умара Алиева будет создана студия звукозаписи для озвучивания мультфильмов на родных языках народов Карачаева-Черкесии. О том, какова цель этого проекта, кто будет озвучивать мультиаппликационные фильмы, как они отбираются и кто занимается переводами. В эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажут руководитель проекта Ася Байчорова и Диана Тимирджанова. Они уже в нашей студии. Доброе всем утро! Доброе утро всем! Доброе утро, девочки! Благодарю вас за то, что вы нашли время, приехали сегодня к нам в гости. Повод для встречи такой. Значит, на базе Карачаево-Черкесского государственного университета создается студия звукозаписи, где будут переводиться мультфильмы на родные языки, на языки народов Карачаева-Черкесии. Значит, первый момент я хочу узнать, почему студия звукозаписи для родных языков, для мультфильма на родных языках на английском языке, название. И второй момент. На каком этапе сейчас работа? Асечка, наверное, ты расскажешь. Как руководитель проекта. Хорошо. Ну, с названием довольно просто. LB Sound – это отсылка к Эдбурсойду, организации, которая озвучивала и переводила мультфильмы, на которых мы выросли. И вот мы как бы продолжаем их дело в плане перевода мультфильмов и озвучивания. И если переводить дословно, то LB Sound – это звук на английском языке. И как бы звук LB – звук Эльбурсойда. И вот мы хотели бы так дань уважения Эльбурсойду проявить. Когда заработает студия? Ну, на данный момент в реализации проекта мы находимся на этапе проведения кастинга. А для этого мы еще собираем заявки. Заявки собираются отдельно на все четыре языка, отдельное количество людей. Все желающие могут принимать участие, независимо от возраста и места проживания. Но, к сожалению, студия будет находиться в городе Карачаевске. И поэтому, когда мы будем назначать день кастинга, то нам нужно будет это очень точно определить, чтобы все смогли... Ну, постараемся сделать так, чтобы все смогли прийти, поучаствовать, ни у кого не сложилось с этим проблем. И вот сейчас перевод уже наполовину закончен. Вот кто-то еще заканчивает, кто-то уже закончил. Мы сейчас в Инстаграме, на нашей странице проводим опрос и интересуемся о том, как наши зрители, как люди, которые захотят участвовать, могут подобрать сами имена нашим персонажам, как-то перевести их на родной язык, чтобы как-то их тоже вовлечь в этот процесс, чтобы максимально большое количество людей поучаствовало, как-то оставили свой след. И таким образом мы тоже хотели бы привлечь как можно больше людей, именно как актеров дубляжа. Если в этот раз у них не получится, чтобы они в будущем, потому что студия будет работать и дальше, без грантовой поддержки. И вот я надеюсь, что это будет очень хороший, продуктивный проект. Ты руководитель проекта. С кем ты сегодня пришла? Это помощница? Да, это мой коллега по проекту, моя однокрупница, Тимуржанова Диана, с самого начала до конца со мной в этом проекте. Ну, мы, естественно, не единственные. И сегодня она со мной, чтобы помочь мне морально, если в случае чего. Сколько человек у вас в команде? Нельзя определить точно. Мы подключили весь университет, весь студсовет, всех, кого можно было. По проекту минимум 80 человек должно быть в реализации этого проекта. Туда входит и организационная группа, и люди, которые будут пробовать себя на кастинге, и уже актеры, которые будут отобраны на кастинг. В общем, это минимальное количество, но, судя по заявкам, у нас будет намного больше людей вовлечено. Как вы отбирали мультфильмы? Это очень было сложно, хотя, на первый взгляд, может быть, очень легко, вот именно с Мишарики. Но, в общем, мы хотели что-то такое легендарное, на чём выросли мы, что-то вроде «Спирита», «Душа прерии». То, что оно во все времена считается крутым мультфильмом. Но в ходе отбора мы пришли к тому, что нынешнее подрастающее поколение, дети, они вообще никак не заинтересованы в этих мультиках. Ну вот, не пользуются они у них популярностью. И поэтому мы, чтобы угодить им, выбрали что-то более современное, что-то, может быть, дело в анимации, или что-то такое, вот мы решили выбрать такой более современный мультфильм, но не лишённый смысла. И мы бы очень обрадовались, когда выяснилось, что у мультсериала «Смешарики» есть полнометражные фильмы. И вот у нас было даже три на выбор. И вот пока что мы взяли. Вот смотри, берёте вы «Смешарики» и переводите на все языки народов Карачаева-Черкесии. Ну, конкретно на четыре. Конкретно на четыре, да. Кто дублирует? Кто будет дублировать? Вот те, кто пройдёт кастинг. То есть в кастинге будет участвовать... Какие критерии к ним будут предъявляться? Их не будут оценивать как профессиональных актёров. Это будут все любые желающие. Просто вот они придут, и если у них получится данного персонажа сыграть, если у них как-то вот они заденут режиссёра, всё-таки от него больше всего будет... Кто режиссёр? У каждого мультфильма, на каждом языке будет свой режиссёр. Вот. И пока что я не могу сказать, кто конкретно, где будет режиссёром, но в дальнейшем это станет известно. Этих ребят же надо учить, говорить и записывать всё это профессионально. Да. Ну, в этом и суть нашего социального проекта. Мы не делаем какую-то профессиональную работу, не делаем какой-то лицензированный перевод или что-то ещё. Мы делаем любительское. То есть проект защищён любительской командой. Участвуют все, кто хочет. И даже режиссёры, я думаю, что нам лучше всего пригласить тех, которые вот с своим меньшим опытом, которые хотели бы себя попробовать, для которых это был бы такой же большой опыт, как и для актёров озвучивания. То есть это всё, оно как бы основано на молодёжном движении. И те, кто будет снимать, и те, кто будет проходить, и все они, как бы для них это что-то новое будет. Диана, наверное, ты тоже добавишь немножко в наш разговор о том, что главное-то в этой работе, главное-то это популяризация, наверное. Да. Расскажи о цели проекта. Ну, одной из основных целей данного проекта является популяризация изучения родных языков среди детей и взрослых. К сожалению, есть родители, которые не считают нужным, чтобы их ребёнок изучал родной язык и отдают предпочтение иностранным языкам. К сожалению, мы сталкивались с таким и в школе, и хотим посредством мультфильмов привлечь внимание и детей, и взрослых. Да. В какой-то степени это даже личная проблема у нас была. Когда я была маленькой, я с садика находилась в русскоговорящей семье, в семье, в среде. И, ну вот, я как-то, когда была маленькая, не задумываясь о том, что вот есть какая-то ценность родного языка, что его нужно учить. Вот просто на каком говорили со мной, на таком и говорила я. А вот сейчас, вот с поступлением в университет, я вот всё чаще замечаю, что мне интересен разговор, но я чувствую, что моих знаний недостаточно, я просто не могу поддержать беседу на своём родном языке. И вот так вот из личной проблемы... Ведь это глобальная проблема, мы все знаем, все говорят об этом. Да, я думаю, что ваши мультфильмы непременно этому поспособствуют. Надеюсь, надеюсь. И тут один из самых главных моментов – переводы. Кто переводами занимается? Вот тут я могу точно сказать. Это наш Центр изучения родных языков КЧР. Он находится на базе КЧГУ. Мы очень любезно согласились нам помочь с переводом. И вот все четыре перевода проходят там. Что касается дальнейшей вашей деятельности, вашей студии, ты обмолвилась о том, что будут новые работы без грантовой поддержки. Расскажи, пожалуйста, об этом. Ну, весь грант, вся сумма гранта уйдёт на оборудование. Вот. Оборудование... Профессиональное звукорежиссёрское оборудование и так далее. У нас будет профессиональное только оборудование, по сути. Вот. И всё оборудование будет достаточно, чтобы студия продолжала работать самостоятельно, автономно, без грантовой поддержки в дальнейшем. Как только мы озвучим вот эти четыре мультфильма, ну, один мультфильм о четырёх языках, проект мы просто реализуем, и будете продолжать. И дальше студия будет работать сама. Точно так же будут приходить любители, ну, кто хочет. Возможно, уже будут профессионалы среди звукорежиссёров. Возможно, кто-то уже познает себя вот сейчас, когда у нас такой блин комом. Может, найдётся такой великолепный актёр, наш местный Папанов, к примеру. Может быть, найдутся гении какие-нибудь, которые всегда хотели себя бы пробыть. Да, да, да. Всё находится среди нас, все интересные люди, которые даже не пробовали себя в этом, и может это, как говорится, выстрелить. Ну, вот среди заявок, например, есть также ячейка дополнительной информации, где могут о себе что-то сообщить. И вот там очень много людей, которые уже озвучивали как-то по-домашнему, как-то несколько лет назад, как-то со времён или брусоиды. И вот люди как-то подтягиваются. А есть люди, которые просто мечтали об этом. И у них ещё не было возможности попробовать себя, но теперь у них она есть. А кто знает, действительно, может, это вот что-то очень интересное. Очень надеюсь на это. Сейчас мы вот как-то пытаемся из этого сделать что-то масштабное, и надеюсь, у нас получится. Ну, я уверена, что у вас всё получится. Я желаю поскорее реализации этого проекта вашего, и чтобы, как говорится, было много-много-много-много мультфильмов на родных языках. Спасибо вам. Спасибо. Подошло время нашей рубрики «В мире кино». Я вижу в нашей студии обозревателя Альбину Курачинову-Кенжеву. Она подготовила для вас подборку самого интересного, что происходит в мире кино, и что мы увидим в ближайшее время на больших экранах, и, конечно, на экранах своих телевизоров. Приятного всем просмотра. Доброе утро всем. Давненько не было нашей рубрики «В мире кино». И вот что ждёт нас. Любители драматических детективов могут увидеть на большом экране картину «Смерть на Ниле», которая получила Оскар за лучшие костюмы. Наследница многомиллионного состояния Линет вышла замуж за жениха своей лучшей подруги Жаклин. Молодожёны отправились в роскошный круиз на пароходе «Карнак» по Нилу. А Жаклин решила подпортить настроение новобрачным своим присутствием. На борту парохода оказалось немало других недоброжелателей Линет, а также знаменитый сыщик Эркюль Пуаро. Фанаты Джей Лоли Кути на экраны вышел фильм с её участием. Поп-дива и её жених Бастиан самая обсуждаемая пара года. Миллионы людей следят за каждым их шагом в прямом эфире. Но за секунду до того, как обручиться, Кэт на глазах у фанатов узнаёт, что жених ей изменил. Пока весь её мир рушится, Кэт встречается взглядами с незнакомцем и принимает безумное решение выйти замуж за него. А юных любителей порадует мультфильм «Мы монстры 2». Баба-Яга и Горбун решили сыграть свадьбу. Семья Уишбан точно не пропустит такой праздник, так как они теперь родственники. Но как раз во время церемонии немолодую пару возлюбленных похищает девочка Стар, обладающая сверхчеловеческими способностями. А на нашем канале сегодня стартует премьерный сериал остросюжетной драмы «Когда закончится февраль». В жизни у Ольги Рябининой всё прекрасно. Любящий муж и 13-летний сын Петька. Главная героиня работает в рекламном агентстве. В один злополучный вечер Ольге пришлось задержаться на работе, чтобы помочь коллеге. А что дальше, смотрите в будние дни в 21.05 на канале «Россия-1». На этом у меня всё. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. Всего доброго. Сегодня день женского счастья. Каждая представительница прекрасного пола имеет право на счастье. И именно этот день, именно в этот день есть возможность создать вокруг себя хорошее настроение, радость и долгожданное счастье. Говорят, каждый человек кузнец своего счастья. В этот день можно просто улыбнуться друг другу, пожелать много хорошего, загадать заветное желание и верить в удачу, верить в лучшее. Это, наверное, и есть счастье. И мне напоследок остаётся пожелать всем безграничного счастья. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Студия телевидения ГТРК «Карачаева-Черкесия» для работы в редакции вещания на русском языке приглашает опытных журналистов. Требования – креативное мышление, грамотная речь, умение работать в различных жанровых направлениях. Приветствуется опыт работы на ТВ. Обращаться по номеру телефона в Черкесске 22-05-47, 22-00-36. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...